Итак, дорогие друзья, в курсе 18 мы работали с конструктором из init. И не зря мы провели аналогию с Python, открыли по HR и посмотрели, тут тоже есть init. Да, по-разному устроены механизмы, но и в Python, и в Kotlin мы увидели одно общее, что в любом случае идет работа с аргументами, которые в Kotlin называются параметрами, да, но и тут с этими параметрами, да, то есть, понимаете, когда разрабатывали Kotlin, то создатели языка пошли своим путем, но принципиальный смысл вот они не поменяли. То есть, если init, допустим, в Python или там в каком-то другом языке отвечает за то, чтобы корректно отрабатывали параметры, которые объявлены при создании класса, то мы увидели, что и в Python, и в Kotlin это правило, оно едино, да, по-разному записываются, да, да, имеют разные механизмы действия, но принципиально и там, и там идет работа с параметрами, с параметрами, объявленными в классе, в любом случае. И мы с вами это увидели. Наша основная задача этого курса и было понять, как, почему работает init именно в классах Kotlin. Ребят, еще раз обращаюсь и говорю к вам. Самое лучшее время для понимания языка, это изучение двух языков, по минимуму. Когда мы изучаем, повторяю, язык со статической типизацией, такой, например, как Kotlin, и язык с динамической типизацией, как Python, то мы принципиально находим много общего. То есть, я хочу сказать, что понимая один язык, вы будете обязательно понимать другой язык. Очень важно, сейчас хочу, чтобы вы меня услышали. Не теряйте время, не надо думать, что вот, ай, мне бы Python изучить. Ребята, есть такое понятие, как понимание на отличиях. Понимаете, наш мозг так устроен. То есть, вот мы заходим в дом, да, мы привыкли, если мы зашли с холода, а в доме тепло. То есть, отличие, холод, тепло, и мы говорим, да, здесь тепло. При этом, чтобы убедиться, что тепло, мы что обычно делаем? Мы трогаем батарею, да, это как датчик. Или в машине, допустим, у нас осталось там полбака бензина, ведь мы не знаем, но мы смотрим на датчик и говорим, да, у нас осталось полбака. Хватит на столько-то километров. Так вот, это архи-большая экономия времени, когда мы изучаем два языка. И Python, и Kotlin. Посмотрите шире. Kotlin вам даст освоить мобильный рынок. А ведь это безумно интересно. Мы с вами изучаем, если вы в школе, то вы, само собой, изучаете Python. Но я всегда рекомендую изучать Kotlin. Kotlin мы изучаем, как сам Kotlin. Есть быстрый старт на сайте. Ссылки в описании видео, кто начал с этого видео. И по курсам. И также мы сразу учимся применять в Android Studio язык программирования Kotlin. При этом, возможно, многим понадобится потом и Python, и Kotlin. Например, для мобильного приложения серверная часть может написано быть на Python, а само приложение будет на Kotlin. Именно так поступил Инстаграм. Потому что, допустим, трудно найти мощнее оружие, чем вот именно для серверных неоружия. А, неправильно выразился, трудно найти такую мощную вещь, серверную часть, как это делает Python, да? Потому что тот же, допустим, фреймворк Django, где учтена за многолетнюю работу и безопасность, и скорость, и написано много плюшек. Ведь Django не обязательно сайт, это может быть просто серверная часть. Но само приложение на Kotlin. Но самое главное, многие меня не слышат. Ведь именно, когда мы начинаем изучать два языка программирования, мы начинаем очень мощное понимание двух языков на отличиях. Ребята, это архиважно. При этом, не забывайте, что Kotlin полностью перекомпилирует Java. Единственное, что нам на Kotlin надо совсем мало кода. Но мы используем всю мощь Java. А Java, как ни крути, остается языком номер один. Но практичный язык Python, и плюс, если уже выбирать язык, который действительно всегда востребован, так вот, Kotlin, будете работать с Kotlin, со временем будете работать с Java. Потому что в любом случае многое пересекается. Хотя я стараюсь работать с чистым Kotlin, да. Но тем не менее, когда вот мы рассматривали, мы посмотрели, ага, вот так вот делается в Python, и переосознали еще глубже. А так делается Kotlin, и нашли общий язык, он и в Африке язык. И в принципе, как вы заметите, что все языки, они очень схожи, то есть имеют одинаковые элементы. Ну, допустим, при объявлении класса любой язык имеет те же параметры, да. То есть, просто в Kotlin они записываются определенным образом, да, с определенным образом, а в Python другим образом. И называются в одном, в Kotlin это называется параметры, а в Python называются аргументы. Но смысл, то один и тот же, это мы понимаем. И вот это и есть глубокое понятие языка. Самое главное, за одно и то же время практически вы изучаете два языка. Вы готовите из себя много профильного программиста. Но именно глубокое понимание происходит на отличиях. Не загоняйте себя в рамки одного языка. Вы пишите на Python и радуйтесь, что есть такой прекрасный язык. Но помните, помните такую вещь, что мобильный интернет, он очень сильно развивается. И очень хорошо знать язык, на котором можно писать мобильные приложения. Kotlin является официальным языком платформы Android. Но сам факт, что когда вы изучаете Python, изучаете и Kotlin, ведь за одно и то же время вы глубже поймете два языка, а потом потихонечку развиваете. Практически, ребят, это настолько правильно будет. Все. Для тех, кто начал с этого видео, ссылки в описании. Спасибо за доверие.